Привет, друзья! Сегодня у нас то видео, которое, возможно, поможет вам заработать денег. У нас постоянная рубрика «Кто чего нашел и за сколько это было продано?». Поисковики, бывает, говорят, чтобы что-то интересное найти, перед этим надо что-то правильное скушать. Вот я не знаю, что кушал человек, но посмотрите, это просто невообразимая находка. Поднял парень на поле в Хмельницкой области. Это, друзья, чтобы вы понимали, золотая римская монета. Называется Ауриус, Валериан 1, Юпитер. Подобные монеты часто с отверстием, а это новая. Это говорит о том, что это была именно монета. На шее, на веревочке ее не носили. Как многие знают, золото мягкий металл, но парень равнять не стал, и это правильно. За данной монетой, представьте, следило только 277 человек. Сделали они немного, всего-то 39 ставочек, но в итоге одна монетка с полем была продана за 415 тысяч и 2 гривны. Это у нас на секундочку, на момент монтажа видео, 13 690 долларов. И такое вот бывает, продают, а соответственно и покупают люди. Чтобы вы понимали, это у нас личное оружие штурмовика СА 1933 года. Да, вы первоняли, это Германия. Замечу, данное состояние считается очень хорошим. Да, замечу, не без того, есть следы бытования. Где-то царапина, где-то потерто, но общее состояние очень неплохое. Понимаю логичный вопрос, откуда? Откуда такая вещь у человека? Ну, скорее всего, она давным-давно привезена из-за границы. Именно куплена где-то в Германии, так часто бывает. За данным лотом сидело 317 человек, но это те, которым надо. И под конец торгов была сделана одна заветная сталка. Такой лот был продан за 48 500 гривен. Это у нас 1600 долларов. А вот, смотрите, что пытался продать человек. Это у нас золотое кольцо. А именно золотой перстень, золото сосанитов. Перстень с геммой 3-4 век нашей эры. Так написал продавец. Он был просто уверен, что кольцо настоящее. Но знающие люди посмотрели внимательно и сказали, что, увы, это подделка. Да-да, именно подделка 19 века. Конечно, продавец не согласился. Он был уверен, что настоящий и доказывал это. Поставил на торги. В итоге лот был куплен, как бы, за 125 000 гривен. Была одна ставка. Это у нас 4 110 долларов. Но, как мы видим по рейтингу, увы, сделка не состояла. Скорее всего, покупатель купил его сам у себя, для создания, так сказать, массовочки. Думал, делать первую ставочку, а дальше пойдет. Так что, друзья, не покупайте дорогие вещи без экспертной оценки. Лучше покупать на проверенном ресурсе. Но никак не срок. Находка из серванта бабушки. У нас старинные бусы. Да, были такие, помните? Это у нас кораллы. Старинные кораллы. Замечу, старинные бусы, бывают, стоят очень больших денег. За украшением периода СССР следило 14 человек. И под конец торгов была сделана одна ставка. Данные бусы были куплены ровно за 40 000 гривен. Это у нас 1315 долларов. Многие думают, что найти пачку денег – это повезло. А не совсем. Вот человеку повезло жить в той местности, где попадаются такие вот вещи. Это, друзья, куски разных бронзовых мечей одного периода. Парень уточнил, что все найдено в одном месте, на одной площадке. Не в одной ямке, а рядом. Видно было какое-то древнее сражение. Уточню, всего найдено было 14 разных кусков древнего оружия. В нашем случае мечей. Все эти кусочки из бронзы и ее сплавов. В красивой такой зеленой патине. За данным лотом следило 73 человека. Но это любители древних пазлов. Сделали они 15 ставок. И в итоге 14 кусочков древних мечей были куплены за 32 тысячи гривен. Это у нас, на секундочку, 1050 долларов. Смотрите, какая красота, правда? Так улыбнулась удача парню в Сумской области. Нашел он такое на поле. Это у нас, друзья, колок. Правда, не весь. Должна быть еще душка, но все же. Это такое красивое украшение. У нас материал золота и электр. Да, именно электр. Был такой металл. Не надо меня спрашивать, не ошибся ли я. Посмотрите в гугле. Само украшение в очень хорошем состоянии. Его не сплющило. Вот когда присмотришься, вот как можно в то время было сделать такое украшение. Микроскопа и пинцета-то не было. Такая мелкая детальная работа. Такой подарок судьбы весит больше 46 грамм. Золото. За данным лотом следил 661 человек. Но это те, у которых есть душка, а нет самого украшения. Сделали они 106 заветных ставок. И в итоге такая находка была куплена за 98 тысяч и одну гривну. Это у нас 3 тысячи 225 долларов. И вот такое вот не пойми что для обычного человека поднял парень в лесу. Это, друзья, у нас гривна. Да, да, именно гривна. Платежный слиток черниговского типа. Когда-то в Украине были такие деньги. На то время это состояние. За данным лотом следило 33 человека. Сделали всего лишь 5 ставочек. И в итоге такая находка была куплена за 30 тысяч и 4 гривны. Это у нас чуть-чуть больше 1 тысячи долларов. А вот так вот парень проверил у соседа огород в Волынской области. Это у нас, друзья, монетка Польши. А именно трояк 1565 года. Коллекционеры данную монету еще называют ироничный трояк. Сама по себе монетка нечастая. А в таком состоянии можно сказать, что это раритет. За данным лотом следило 204 человека. Сделали аж 112 ставочек. И в итоге такая монета была куплена за 48 тысяч и 1 гривну. Это у нас больше, чем полторы тысячи долларов. Вы думаете, что только золотые украшения и монеты из серебра стоят денег? А нет. Смотрите, у нас, так сказать, печатная продукция. А именно. Брошюра 1931 года. Под названием «Наши вороги» «Темата Малюнька». Автор и «Нижник». Так сказать, это у нас авангард. Данную брошюру парень нашел на чердаке старого дома. Понимаю, логичный вопрос. И что? Кто-то это купит? Кому-то это надо? Давайте посмотрим. За данным лотом следило 139 человек. Представьте только. Значит, кому-то надо. Сделали 83 заветных ставки. И в итоге такая вот небольшая брошюрка в мягкой обложке была продана. За 28 тысяч гривен. Это у нас почти 1 тысяча долларов. Вот так-то. А вот такую вот штуку вы можете смело хранить дома. Показывать друзьям. Да куда угодно с ней пойти, если хочется вам это таскать. За это вам ничего не будет. Ничего. Никаких проблем с законом. Почему? Понимаю. И кто-то скажет, да ты чего? Это же пулемет Максима. За это же посадят статья. А нет, друзья. Это так парень проводил время в своем гараже. Данный пулемет весит 53 килограмма. Сделан из металла, влагостойкой фанеры, из стекловолокна и конечно же клеем. Да-да, вы верно поняли. Это у нас муляж. Если обратить внимание, то патроны уже деактивны. Так что повторюсь, за хранение такого ничего вам не будет. За данным лотом судило 23 человека. Ну, которым надо. И под конец торгов была сделана одна ставка. Лот был куплен ровно за 25 тысяч гривен. Это у нас на секундочку 825 долларов. Зачем такое покупают? Ну, для фотосессии или где-то по ставе. Для красоты. Как настоящий. Честно, между нами вот такой вот клад вижу впервые. А я видел многое. Это у нас, друзья, монеты Германии. А именно по две марки. Такой клад парень поднял в Мукачево. Здесь у нас 100 монет. Кладовое состояние и все такое. Хотя, если присмотреться, то есть следы обихода и бытования. Но монеты в очень неплохом состоянии. Замечу. Одна такая монетка имеет вес 8 грамм. А у нас 100 монет. Выходит 800 грамм серебра. За данным лотом судило 23 человека. Но это ценители подобных монет. И в итоге такой лот был продан. Ровно за 20 тысяч гривен. Это у нас 660 долларов. И последний лот из той песни, что да ладно. А я бы такой выбросил на металловом. Вот когда смотришь, сразу почему-то думаешь про швейную машинку. Это потому, что станок похож. Но это не она. Это как бы станок. Но еще царского периода. Токарный станок с ножным приводом. Многие люди по незнанию просто выбросили бы на металлолом. Сколько такой будет стоить на металле? Ну, в лучшем случае 10-20 долларов. А если попробовать найти знающих людей, то это как бы мегарритет. За данным лотом следило 76 царских токарей. Сделали 71 ставку. И в итоге такая старая приблуда была куплена. За 12 тысяч и 3 гривны. Это у нас на секундочку примерно 400 долларов. Под конец один заграничный лот. Мир сошел с ума. У нас Наггетс от Макдональдс. Да-да, вот так вот обжарили кусочек курицы. И получилась вот такая вот штучка. Отдаленно она похожа на персонажа игры Among Us. Покупатель, когда нашел ее у себя в меню, не съел, а поставил на ebay с 99 центов. Так, для смеху. В итоге вот такой вот Наггетс был продан почти за 100 тысяч долларов. Без трех баксов. Вот так вот мир сошел с ума. Продолжение следует...